11-летний Егор увлекается видеоиграми и мечтает в будущем их разрабатывать. Остроты впечатлений ему не занимать, ведь совсем недавно мальчик будто сам стал главным героем такой игры. Егор вместе с семьей попал в страшное ДТП, результат которого поверг в ужас всех. Я боялась за жизнь ребенка. То, что ребенок просто умирал. Была большая кровопотеря, хотя я была в плохом состоянии, но я видела в каком он был. И поэтому просто я боялась его потерять. Врачи спасли его. В больницу мальчика доставили экстренно санавиации. Операция длилась около 7 часов. В результате ременной травмы у ребенка оказалась практически оторвана правая верхняя конечность. Рука отдельно от человека лежала. И, опять же, выражаясь простым языком, ребенка порвало пополам. Был порван пополам живот. Мышцы передней брюшной стенки и кишечник в двух местах. У нас была достаточно сложная задача. Нам пришлось решать, лишать человека руки органов или дать ему шанс и попробовать все-таки сохранить ему руку. Такие операции приходится делать не каждый день, рассказывают врачи. Однако, это не причина сдаваться, а напротив повод применить все свое мастерство. Если есть возможность сохранить конечность, мы это делаем. Это только невероятный случай, когда все бесполезно. Мы идем всегда на оперативное вмешательство, на сохранение конечности. Ну а дальше уже смотрим, что получится. Сейчас в руки Егора стоят штифты. Совсем скоро состоится еще одна операция и их удалят. Мальчик уже ловко плавает, играет на детской площадке и приветственно машет рукой на видеосвязи со своими спасателями. Задержим, значит получим осложнение. Если мы вдруг какую-то помощь не вовремя не оказываем, не поставим диагноз вовремя, значит соответственно опять ребенок не получит своевременное лечение. Поэтому от своевременности, от качества осмотра, от качества того, как расспросят и соберут анамнезаболевание жизни ребенка, как посмотрят этого ребенка, какой он диагностический, зависит соответственно исход. Несмотря на то, что мнение населения, что где-то там за границей, там золотые руки, золотые сердца, на самом деле квалификация наших специалистов, она очень высокая. Она позволяет делать самые сложные операции. Оперативно реагировать, когда счет идет на минуты, врачам помогает санавиация. Вертолет в распоряжении медиков появился благодаря нацпроекту здравоохранения и позволил доставить до областной больницы порядка 150 пациентов, один из которых пострадавший в ДТП Егор. Мальчику предстоит еще долго наблюдаться у специалистов. Врачи, которые провели уникальную операцию, ставят еще более амбициозные цели – вернуть руке все базовые функции, чтобы аварии у Егора ассоциировались лишь с видеоиграми на экране компьютера. Мария Левина, События.